Финансовый кризис стал причиной отказа некоторых американских городов от традиционной части празднования Дня Независимости 4 июля, праздничного салюта. Дела идут неважно не только у городских администраций, но и у местных жителей. Многие из-за кризиса отказываются от лишних покупок, экономия в том числе и на фейерверках. Цены с прошлого года не поднимались, но в нынешних условиях многие, особенно люди постарше, удивляются, как это стало дорого. Раньше кризиса не было, они внимания не обращали. Сейчас многие семьи собираются вместе, например, вы и ваши соседи покупаете фейерверки в складчину, чтобы сэкономить. Думаю, это даже хорошо, когда люди объединяются. Для Эрика продажи фейерверков сезонная подработка. Зимой он торгует новогодними елками, осенью на Хэллоуин тыквами. Так он зарабатывает деньги на оплату учебы в колледже. За свой труд он получает фиксированную сумму и доволен этим. Продажи в этом году совсем невысокие. Фейерверки мы начали продавать 19 июня, и дела пока идут не очень. Бывает за целый день ни одного покупателя. Сейчас за день удается продать товар на 20-80 долларов. Ближе к празднику, наверное, в день будут покупать долларов на 500. Фейерверк на 4 июля, пусть и маленький, домашний, для американцев все равно, что елка на Рождество. 4 июля мы отмечаем победу в войне, когда американская нация завоевала независимость. Так что шумные фейерверки символизируют оружейные залпы и взрывы. Звучит угрожающе, но на самом деле в этом нет ничего воинственного. Это не праздник войны. Это праздник независимости и свободы. Использование фейерверков на День Свободы в США регулируется строгими правилами, которые варьируются от штата к штату. В Вирджинии по закону можно продавать только огненные фонтаны. Ставите его на землю, поджигаете, и пучок разноцветных огней устремляется вверх. Много свиста, громкие хлопки. По закону нам запрещено продавать те фейерверки, которые взрываются в небе. Слишком мощные хлопушки. В этом году также запретили цветные дымовые шашки. В Калифорнии вообще не продают фейерверки, а в Западной Вирджинии можно купить настоящий салют. В каждом штате по-разному. В Пенсильвании можно купить самые разные фейерверки, но только если вы не являетесь жителем штата. Вот я могу поехать в Пенсильванию за фейерверками, а если бы жил там, то не мог бы купить их. В этом году возросло число американцев, которые вместо покупки собственного фейерверка пойдут смотреть городской салют. По данным Федерации розничной торговли США, на муниципальные праздники фейерверков 4 июля отправится почти 43% более чем 300-миллионного населения страны против 40% в прошлом году. Екатерина Александрова, Алексей Березин, Infox, Вашингтон.